Вместо приключений Алисы в стране чудес постановка приключения в стране вредных веществ. Южноуральские депутаты предложили показывать детям спектакли, в которых антигерой употребляет снюс. По мнению парламентариев, лучше всего его вреде можно рассказать с помощью кукол. Идею законодатели озвучили сегодня на пресс-конференции. Запрет на продажу снюса областные депутаты приняли перед новогодними праздниками. Теперь на прилавках магазинов он не должен храниться на видном месте. Его, как и сигареты, будут прятать за специальными ширмами. А уже в этом месяце для нарушителей, которые продают вредное вещество, подросткам введут штрафы. Для физических лиц этот штраф будет назначен в размере 4-5 тысяч рублей за единичный случай. Для юридических лиц он будет назначен в размере от 50 тысяч рублей за единичный случай. Ну а в случае повторения нарушений для юридических лиц это будет грозить запретом или закрытием бизнеса. Также депутаты стали инициаторами рейдов. Пока проверяют, не хранится ли снюс на видном месте в магазинах. После будут проводить контрольные закупки с участием детей, родители которых согласятся на эксперимент. В планах также блокировать сайты, где продают снюс. В области появится горячая линия. По телефону можно будет рассказать о подозрительной веб-странице или месте, где вредные вещества продают детям. В школах с учениками и родителями проведут профилактические беседы. Кроме того, закон о запрете снюса готовят и в Государственной Думе. Челябинские депутаты предложили в документе приравнять снюс к лекарственному препарату для тех, кто бросает курить. Чтобы купить его можно было только по рецепту от врача.